Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Атикат Магомедова. И вот что у нас в выпуске. Первые выпускники Дагестанского гуманитарного института, основанного в 2004 году, встретились вновь. Дагестанцы готовятся к Северокавказскому молодежному форуму Машук-2017. В ректорате ДГУ состоялся конвейер проектов. В Махачкале открылась Чародинская футбольная лига с призовым фондом 100 тысяч рублей. Впервые состоялась встреча всех выпускников Дагестанского гуманитарного института. В мероприятии также приняли участие преподаватели, работавшие в годы становления вуза, представители власти и духовенства республики. Подробнее Камзат Нурмагомедов. Дагестанский гуманитарный институт берет свое начало от института теологии и международных отношений. Датой создания вуза принятое, считай, 2004 год, год первого приема абитуриентов. На сегодняшний день Дагестанский гуманитарный институт подарил республике Дагестан, да и Российской Федерации в целом, свыше тысячи подготовленных специалистов в области теологии, лингвистики, журналистики и продолжать готовить свыше сотен специалистов по этим направлениям подготовки. Сегодня они встретились на торжественном мероприятии, организованном специально для них. На сцене выступают преподаватели, работавшие бок о бок с основателем вуза, первым ректором и прекрасным наставником Максудом Садиковым. Они вспоминают о тех трудностях, с которыми им пришлось столкнуться в первые годы становления вуза. «Алхамдаджу, что я оказался одним из тех, кому удалось оставить несколько камней, фундамент здания, в котором новую вещь не создавали. Это исходя не зависит от того, чтобы жить в светском обществе, и иметь одинаковое образование, которое сочетает и светское, и религиозное. Это идея Владовестовская. Она началась здесь. Нигде этого не было». «Когда мы садились на Сурму Магаевичу, с другими преподавателями, у него на столе всегда был список дел, которые надо сделать в этот день, на следующий день, через месяц. Я все время говорила, слушай, столько дел подряд невозможно. Это все живой человек не может, он говорил, Айшар. Я боюсь не успеть. Я боюсь не успеть, говорил он. Он так много за эти годы сделал, что, наверное, другие и за 30, и за 40, и за 50 лет бы не сделали». Вспоминая жизнь Максуда Садикова, многие не сдерживают слез. После выступления преподавателей со сцены звучат прекрасные нашиды, показывают видеоролики первых лет студенческой жизни. «Я знаю и уважаю моих выпускников и жду от них всегда, чтобы наш Дагестан процветал именно такими последователями и такими людьми, как они». Нынешние студенты подготовили сценку с участием выпускников ВУЗа, оставивших яркий след в общественной жизни республики. Такого никто не ожидал. «Стало известно, что некий дворой претендовал на Трун Султана». «Кто он?» «Сочнил заговор». «Кто он?» «Это злорадство – дело рук этого человека». «Ты кто сумасшедший? Отвечаем!» Далее слово предоставляет выпускникам. Они тепло отзываются о ВУЗе и преподавателях, которые стали для них вторыми родителями и наставниками. «Если меня можно назвать человеком, хоть каким-то, то это во многом сослуга этого ВУЗа действительно. Как здесь относятся к студентам? Ты не одинок в своих проблемах, в своей учебе. Как здесь относятся преподаватели к своим студентам, к своим детям, будет правильнее сказать. Ну, наверное, я не знаю, где так относятся». «Действительно ВУЗ очень теплый, очень искренний, где тебя всегда ждут, где всегда тебе рады. Это такого, можно сказать, я не видела нигде. Мероприятие завершается коллективной мольбой за тех, кто отдал жизни ради благополучия дагестанского общества, за тех, кто воспитал высокообразованное и духовно-нравственное поколение. «Данные выпускники, они современному обществу, они крайне нужны, важны даже просто своим нахождением. Почему? Потому что этот человек не просто, он экономист, журналист и педагог, скажем так, теолог, богослов. Это человек высокой морали, нравственности, который не обманет, не предаст, на него можно положиться, взятку не возьмет, скажем так, не будет заниматься желтой прессой и писаниной. То есть это человек, для которого человеческие ценности будут на первом месте». После выпускники преподаватели со сияющими глазами обнимают друг друга, фотографируются на память, с улыбкой на лице вспоминают невозвратные годы, проведенные в УЗЕ. И надеются, что такие встречи станут традиционными. Гамзат Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкоро. В ректорате ДГУ состоялся конвейер проектов, на котором каждый участник должен был пройти 8 этапов проверки на прочность. Цель предмашука – формирование эффективной команды, а также подготовка качественных проектов и отбор участников. Какие идеи у молодежи в этом году и как прошла предзащита, узнавал наш коллега Магомед Гусейнов. «И пусть на улице сегодня пасмурно, в ректорате ДГУ очень жарко. Все потому, что здесь проходит итоговый предмашув. И сюда пришло около 500 человек. Каждый из них считает свой проект уникальным. Давайте посмотрим, что они подготовили». Экология, бизнес, творчество, социальные проекты, медиа, пространство и студенческие активы. Проектные идеи ребят затрагивают самые разные темы. Каждый проект оценивается по 8 номинациям. Креативность, актуальность, эффективность, адресность и другие. Жесткий отбор обоснован. На МАШУК должны попасть самые актуальные и проработанные проекты. «Данное мероприятие – это завершающее мероприятие в череде многочисленных предмашуков, которые мы проводили, Министерство по делам молодежи проводило на территории Республики Дагестан. Сегодня ребята проходят оценку у экспертов. И по итогам сегодняшнего мероприятия мы отберем самые лучшие, самые актуальные проекты для участия на Северокавказском молодежном форуме «Машурт-2017». На предмашуке представили не только новые, но и уже успешно реализованные идеи. Такие, как проект «Этническая азбука для детей». Он имеет готовое приложение на русском языке. Организаторам осталось привлечь финансирование для добавления дагестанских национальных языков. Вот только в отличие от этой азбуки, здесь, например, только один язык. В моей же этнической азбуке будет два языка – русский и национальный. Это будет пять дагестанских языков и пять языков. Мы все, ну, пока еще не определили, но думаем, что будут все, которые более масштабны. А в Азбуке – то, что более популярны в нашей республике. В последующем и будут уже языки малых групп, которые использованы. Поддержка и развитие студенческих объединений – одна из главных целей подобных мероприятий. Помимо учебы студентов интересует наличие культурных мероприятий в их вузах. С креативной идеей в этой отрасли выступила студентка Университета народного хозяйства. Мой проект – это Дагестанский студенческий театральный фестиваль. Это уникальная для нашей республики площадка, на которой студенческая молодежь может реализовать себя. Развитие студенческого театра – это очень положительное явление для нашей республики. И я считаю, что это очень важно для студентов и для молодежи. Не осталось без внимания и киноиндустрия. Ребята из компании «Дагфильм», чей полнометражный фильм скоро покажут во всех кинотеатрах Дагестана, представили проект по поддержке творческой молодежи республики. Мой проект представляет собой некое творческое объединение, куда придет молодежь со своими проектами, со своими сценариями, и я дам им возможность снимать собственные их фильмы. Сейчас очень важно, чтобы молодежь работала на репутацию республики. Действительно важно показать, что в Дагестане очень много хорошего и позитивного. Именно поэтому нужны молодые ребята, которые способны производить подобный контент. По словам экспертов, уровень представленных проектов в этом году выше, чем в предыдущем. Ребята научились не только расписывать проектную идею, но и правильно ее презентовать. Уровень представленных проектов весьма разный. Есть ребята, которые проработанные, готовые проекты, есть уже, которые начали реализовывать и сталкиваются уже с первыми проблемами, и на фоне их начинают развивать свои проекты, становятся все сильнее и сильнее. А есть очень сырые проекты, но их мало. Надеюсь, те и другие смогут реализовать себя. Предмашук завершился, и по словам организаторов, уже в ближайшее время будет сформирована делегация, члены которой с 5 по 19 августа примут участие в Северокавказском федеральном форуме «Машук-2017» в городе Пятигорск. Магомед Гусейнов, Умай Ибрагимова, телеканал ННТ «Махачкала». Ну а далее краткий обзор событий от Алины Хасамбековой. 245 дагестанских врачей устроились в 2017 году на работу в сельскую местность по программе «Земский доктор». Известно, что все врачи получили единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей. 60% из федерального бюджета и 40% из республиканского. 1 миллион – это выплата, которую врач получает при условиях, что на своем месте проработает не менее 5 лет. В случае, если он уволится до срока, ему придется вернуть полученные деньги. Программа работает в Дагестане не первый год. За три года на работу в село дополнительно привлечены более 600 молодых специалистов. Это позволило восполнить кадровый дефицит и повысить доступность медицинской помощи для жителей сел. Объявлен прием заявок на конкурс журналистских работ «Смиротворец-2017». Конкурс организован в целях поощрения профессиональной деятельности журналистов, которые освещают жизнь, культуру, традиции народов Российской Федерации. Конкурс проводится по шести номинациям – телевидение, пресса, радио, детские и молодежные СМИ, интернет и этнотуризм. На конкурсе могут быть представлены материалы, которые были опубликованы или вышли в эфир с 1 августа 2016 года по 1 августа 2017 года. Итоги творческого состязания объявят 28 ноября 2017 года в Москве. Трое школьников из Дагестана выступят на первенстве мира по вольной борьбе в Индии. Трое дагестанских школьников в составе юношеской сборной России выступят на первенстве мира по вольной борьбе, которая пройдет 12-13 июля в Делле. Участниками первого мирового первенства по вольной борьбе среди школьников станут хасавюртовцы Магомед Бадруддинов и Мустафон Юлдошев, а также махачкалинец Магомед Расул Расулов. Все трое в мае текущего года заняли вторые места на первенстве России в Иркутске. Школьники и студенты Дагестана могут принять участие во всероссийском конкурсе «За это я люблю Россию». Для участия в конкурсе необходимо предоставить свою работу в виде фото или видео по одной из шести номинаций «Природа России», «Культурное наследие», «Таланты», «Герои нашего времени», «Добрые дела» и «За мной Россия». Принять участие могут учащиеся школы, студенты колледжей и институтов. Для подачи заявки необходимо загрузить работу на официальный сайт конкурса. Прием заявок продлится до 1 ноября 2017 года. Определение победителей и награждения состоится 7-9 декабря в Смоленске. В Махачкале открылась Чародинская футбольная лига, в которую вошли 18 команд. Каждая команда представляет свое село. В играх лиги принимают участие исключительно выходцы и жители Чародинского района. Призовой фонд составляет 100 тысяч рублей. Подробнее о турнире расскажет Гамзат Нурмагомедов. Футбол является самым популярным видом спорта в мире. В него играют как взрослые, так и дети. Молодежь Чародинского района впервые открывает свою футбольную лигу. Инициаторами выступили общественные деятели. Так как люди живут на низменности, многие не знают друг друга. Все это делается в союзном совместии, по благо объединения и братства, и дружбы в районах. В футбольной лиге участвуют 18 команд. Каждая команда представляет свое село. После напустанных слов олимпийских чемпионов, политических и религиозных деятелей, раздается свисток на первый в истории футбольный матч Чародинской лиги. Матч проходит в два тайма по 20 минут. Правила довольно строгие. За мат игрок удаляется с поля. В случае драки футболист дисквалифицируется до конца сезона. Организаторы создали также сайт лиги, на котором любой желающий может проследить за ходом выступления любимой команды. Планируется показ видеообзоров с самыми яркими моментами футбольного матча. Цель нашего мероприятия – это объединение нашей молодежи, выходцев Чародинского района, молодежи, основной молодежи. Это наша цель и укрепление братских отношений. Каждой команде предстоит сыграть 17 матчей. Турнир завершится в конце октября. По итогам лиги призерам вручат денежные вознаграждения в размере 100 тысяч рублей. Для игроков созданы все условия для красивой игры и комфортного проведения досуга. Гамзат Нурмагомедов, Джалу Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И к концу выпуска о курсе валют на завтра. Доллар остановился на отметке 60 рублей 72 копейки, евро 69 рублей 20 копеек. Еще больше новостей вы можете увидеть на нашем сайте nnttv.ru. Ну а я с вами прощаюсь. Хороших вам новостей! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова